Привет, друзья! Друзья, с вами Варчик, у меня для вас и радостная и не очень новость, это следующий патч 1.14.1, но там такой патч, что в принципе он даже не заслуживает его упоминания, да там есть нужные вещи для игры, но в целом говорить особо не о чем, ничего интересного там особо нет. Первое, наверное, и самое крупное, что в нем есть, это ап китайских танков, там апнули в основном СТшки от 5 уровня Type T-34 до 10, апали в основном время сведения, точность, стабилизацию при движении ходовой, некоторым апнули при повороте башни еще, а некоторым нет, и восьмому уровню даже апнули пробитие, но апнули на деструкторе, на орудии 122 мм, базовым снарядом 212, а голдовым апнули аж на 30 мм, получилось 280. Насколько я понимаю, там вроде бы кумулятив 250 мм был, но получился теперь кумулятив, видимо, 280 мм, с улучшенными там всякими сведениями и точностями, но там точность апнули, конечно же, невероятно, просто с 0.44 на 0.43, теперь просто белки в глаз на километр, изи, просто на ходу, без сведения, в прыжке, в сальтухе, так пью пробил. В основном на всю ветку ап растянулся, поскольку практически всей нации апнули одну пушку 100 мм, там сделали точность 0.36, там что-то сведение, там ДПМчика чуть-чуть, и эта пушка затронула сразу там 3-4 танка, плюс еще апнули Тай-59 и Тай-59 голд, ему апнули там максимальную скорость вперед, да, я забыл сказать еще, некоторым танкам в ветке тоже максималку апнули, но чуть-чуть, Тай-59 вроде там теперь 60 км вперед, ДПМчик, точность апнули, сведение, ну все как надо. В целом посмотрим, что они там еще натестируют, я сильно точно подробно цифры не говорю, поскольку это только первая итерация, патч только начинает тестироваться, там тестирование будет как обычно чуть ли не месяц идти, потом они натестируют, может цифры какие-то изменятся, подвинутся, поэтому четко про них говорить пока смысла нет, все равно они могут измениться, и в течение месяца могут туда-сюда соваться, поэтому примерно мы поняли, что им апнули, сведение, точность, стабилизацию, некоторым максималку вперед, ну и по сути все. Какой раз уже китайские танки апаются, я уже не помню, мне такое ощущение, что их апают каждый месяц, видимо хотят, чтобы 121 апнули 121 раз, видимо у них там какие-то свои приколы. Следующее великолепное изменение это доработка карт, прям громкий такой слоган, название жирным, большими буквами у себя на сайте напечатали, доработка карт, и потом ниже в одну строчку, две, я уже не помню, на линии Маннергейма, для старичков Заполярье, там где вот эта водичка, и танкисты плавают, а точнее топятся каждый бой, там немножко выровняли рельеф, а место где танчик скользит, чем-то там выделили, не знаю чем ее можно было там выделить, эту текстурку, но видимо пришли собачки, пописали, и наверное будет снежок желтенький теперь, но в целом там что-то разгладили, я тест качать не буду, ради того, чтобы на одной карте, на которую я не факт что попаду, посмотреть как они там что-то гладили, поэтому посмотрим это на основе, я уже много лет на том направлении, туда-сюда мансую, кручусь-верчусь, несколько раз топился, да я думаю там все топились, но по сути примерно 99% раз я там проезжаю нормально, но играть там неприятно, это точно, исправили целую одну неудобную локацию на одной карте, ничего себе, так теперь уровень карт гораздо выше чем был, ведь он был ниже плинтуса, а теперь ниже плинтуса, вот это нововведение, вот это рывок, а еще 900 тысяч карт конченных не исправили, не говоря уже о дисбалансах, ведь там не только неудобства на картах есть, но и дисбаланс, ничего себе, спасибо и за это, хотя бы что-то сделали, еще неизвестно насколько они там это все улучшили, я знаю этих улучшаторов, не первый год в это играю, следующее великолепное улучшение касается полевой канализации, теперь для танчиков можно будет отключать выбор оборудования, видимо это для тех, кому надоело закрывать уведомления о том, что не хватает там снарядиков или еще чего-то, но это было очевидно сразу же, как только это появилось, также добавили возможность во время загрузки выбирать набор снарядиков, это видимо для тех, кто играет без компьютера, так чисто на стене маркером нарисовал персональный компьютер, еще в этом патче, или даже назовем его микропатч, добавят всякие плюшки, механики, значки, там в статистику, в параметры танчиков, везде где только там можно, параметры резервной гусеницы, новая механика, новая американская ветки тяжелых танчиков, будут называться они йох, и у этих самых йохов будет резервная гусеница, резиновая, картошечка хочет танкистов на резине покатать, возможно уже в следующем патче появится премтанк, поскольку все мы с вами понимаем, что ветка делается только для того, чтобы возле нее премтанчик 8 уровня нарисовать, по сути премтанк картошка уже показала, на своем канале она выпустила видос про новые танки йох, там и всю ветку показала, и новую механику, и этот премтанк тоже, выглядит он конечно как 279 ранний, только 279 поздний, на йохов даже не похож, ну а че, по сути это все, там еще пару микро фигнюшек каких-то, в меню выбора режима размер карточек поменяли, та ты шо, и шо, не шо, вот это такой патч, встречайте, принимайте, наслаждайтесь, по сути что можно сказать, китайчиков апнули уже в 1000 миллионный 399 раз, карты улучшили до состояния, перфектобелиссимо, ничего себе, обалдеть, пишите в комментариях как вам этот огромный патч, с вами был Варчик, играйте красиво, ставьте лайки, пишите комментарии, что-нибудь делайте под видосом, потому что активности под видео 0, это очень плохо, и для видео, и для канала, держу в курсе, с вами был Варчик, играйте красиво, всем пока!